Добрый вечер! Восьмой тур уже стартовал, и мы его продолжаем. Будет Толик Кетфа, который кого-то искать, доходит вот так. Оливье доходит мяч до него, это первый опасный удар, и на месте Игорь Обухов. А вот вам и Оливье, пожалуйста, а вот вам и молодой совсем паренек, но лупит, конечно, дай бог. Да, пробил довольно неплохо, плотненький, такой сочный удар у него получился, но справедливости ради надо сказать, что ровно в том месте, где Игорь Обухов и находился. Правым защитником сегодня матч начинает, но мы прекрасно знаем, что подтягиваться может. Хорошая атака, и здесь пас нужен, но решать Левин, а вот и решили 1-0. Это Гарик Левин, это молодое дарование, которое разрывает потихонечку за Кубани, 15-я минута. И как-то это все путнично смотрелось, как-то легко и просто. Кубань просто прошла, просто передача и просто 1-0. Я тоже удивился, насколько вот из моей позиции тоже этот эпизод смотрелся легким для атакующей команды. Бежится ему очень здорово, но он опять не понял и опять не побежал. А сейчас придется бежать назад. А вот это хорошо! А вот это 1-1. Владислав Яковлев. Ну слушай, ну по линеечке, просто по линеечке. Взяли циркуль, взяли карандашик, вспомнили, что вчера было 1-е сентября, взяли листочки в клеточку и начали чертить. И начертили этот гол. Владислав Яковлев, 1-1. Это футбольная геометрия, это футбольная наука, которая выше нашего с вами понимания, дамы и господа. Это очень здорово. Ну почему же выше нашего понимания? Это как раз, ну либо нам кажется, что мы уже понимаем все это дело, либо стремимся к тому, чтобы понять. Да, действительно простенькая, но при этом со вкусом проведенная фланговая комбинация. Еще атака. Аншак Корян мяч подхватил. Корян, можно наказать Кубань за ошибки. Нестеренко. Нестеренко! Нестеренчище там просто! Жан-Луиджи Нестеренко. Я не знаю, кого еще там вспомнить. Ну слушай, ну вот это, конечно, провал для Кубани. Мы ее 28 минут хвалили, и пора, мне кажется, поругать. Потеря мяча в опорной зоне в момент, когда фланговые защитники уже побежали выше линии мяча. Именно это и случилось. На соцсети MLB от первой лиги тоже телеграм-канал группы ВКонтакте. Все, смотрите, хороший атака. Аншак Корян подбор. За ним удар. Снова Нестеренко. Превращается он в главного героя первого тема. Добивание от Степанова, но уже не такое выразительное. Ну и что? Нестеренко вот так вот забирает на себя сейчас роль лидера Кубани. Потому что если бы не он, то страшно подумать, что бы там у нас было сейчас на табло. Да, 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 автомобиль и так далее. Там же тоже все, по-моему, друг другу приветы передавали. Что привет тому, привет Сайтсиму, привет маме, папе, кошечке, собачке там и так далее. Кому красное? Кому красное? Нитфулину? Похоже, Нитфулину. Что он там натворил? Что сказал? Ну, мне самому это очень интересно. На самом деле, мне не казалось, что Нитфулин вообще ведет себя как-то вызывающе. Но, тем не менее, Илья Мирковский мяч неплохо протаскивает. Есть вариант с Хасоновым. Мирковский нужно уже расставаться с мячом. Штрафной элпас на Перекладина. Вот момент еще у Химок. Да, момент еще у Химок. Будь здоров какой. Здесь нужно было забивать. Это вот те самые... Куда Талалаев, куда Талалаев пошел? Талалаев пошел, может быть, смотреть с трибуны, с нижнего яруста трибун. Очень важная история, что краснодарцам нельзя давать хинкам чувствовать запах крови. Опять Темников, как режет! Ой-ой-ой, как же здорово в этом эпизоде. Ну, ты знаешь, ну, это все прям на лучший момент тура. Один из лучших. А если бы еще и гол был забит, то, может быть, вообще один из лучших голов этого тура, безусловно. И последняя, последняя, возможно, атака для подмосковной уже команды. Нарушение правил. Голубович его зарабатывает. И подняться не может. Желтую получает. Она у него вторая. Она у него вторая, у Ленара Фатахова. Она у него вторая, да. Смотри, какой событийный, да, у нас получается матч. Два удаления, два гола, две травмы. Ну, Реабдоков, ну, ему шанс убежать здесь не дадут. И он сам им не воспользуется. И финальный свисток. 1-1, Химки Кубань. Вот так вот. Собственно, пичья не в чью пользу. С одной стороны, хорошо. С другой стороны, конечно, могли сегодня гораздо большего добиться футболисты Кубани. И был явно отрезок, когда им гораздо больше улыбалась Фортуна. Были они ближе к тому, чтобы забивать. Но вот, тем не менее, не сложилось. Хорошего вам, друзья, завершения этих выходных. Хорошей рабочей недели. И обязательно услышимся на матчах Мелбе от Первой Лиги. Спасибо, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok